Здравствуйте дорогие друзья! Только что я вернулась с магазина Светофор. Набрала целых два здоровенных тяжеленных пакета. И спешу сразу же с вами поделиться своими покупочками, показать новиночки данного магазина. Ну и давайте приступать! Новинка нашего магазина это вот такие детские улажные салфетки Аура. Ультракомфорт, салфетки для детей, количество их 100 штук, идут с экстрактом алоэ, с витамином Е, гипоаллергенный. Беру первый раз, но думаю, что салфетки хорошие, не должны вызывать каких-либо аллергических реакций. Все-таки фирма проверенная и должно быть все нормально. Вот такие салфеточки и вторая такая же салфеточка идентичная. И цена намного выгоднее, намного дешевле, чем в том же фикс прайсе. Думаю, если будут салфетки хорошие, буду постоянно их брать в Светофоре. Далее появилось у нас вот такое молоко, ясный лук, жирность 3,2%, питьевое ультрапастеризованное. Я такое молоко всегда беру в Магните, но там оно идет по 40 с лишним рублей, бывает по 50. В Светофоре вот я взяла по 35,90 кажется. Ну, все цены вы, как всегда, увидите внизу. И сразу предупреждаю, что цены с вашим магазином могут варьироваться в несколько рублей. Так что молоко вот это вкусное, очень мне нравится, так что я вам его советую. Взяла целых три коробки. Дальше повторила покупочку вот такого майонезного соуса. Вы всегда видите у меня его в обзорах, так что ничего другого я про него не скажу. Нормальный майонезный соус, легкий, беру постоянно. По крайней мере, мне нравится. Новиночка тоже. Это вот такие классные детские лосинки. Рисунок просто обалденный. Я когда увидела вот этих слоников, просто загорелась, так мне понравилось. Достаточно глубокая посадка, длинные лосинки сами по себе. Идут на возраст от 3 до 5 лет. Состав с 92% хлопкой и 8% хлопка. Это как? Ну, сами почитайте, посмотрите. Странно. Странно написано. Производитель Узбекистан. Ну, состав 92% хлопка и 8% хлопка. Я, конечно, не поняла, что это такое. Но по качеству очень приятные. Узбекские вещи беру постоянно. Особенно дочке. Качеством довольна. Так что хорошие лосинки. Я вам советую. Присмотритесь. Там завезли в Светофоре очень много детских вещей. Так что, если вам надо, обратите внимание. Следующее. Это я взяла вот такую домашнюю яичную лапшу. Беру первый раз. Вот решила попробовать. Вкусна ли она? Вес 500 грамм. Производитель. Город Новосибирск. Ну, думаю, ничего плохого не будет. Если мне понравится, либо нет, я в следующих обзорах вам расскажу. Вот. Написано высший сорт, группа А. Ну, по идее, должно быть качество хорошее. Взяла обычный рис, круглый. Не первый раз беру. Хороший. Никаких камушек, никакой грязноты нету в рисе. Хорошие крупинки. Так что, советую. Далее взяла вот такой гель для душа. В предыдущих обзорах вы могли видеть гель для душа этой же серии. Только он был, кажется, яблочный, называется, желтенький такой. Вот взяла лесные ягоды. Точнее, называется ягодная фантазия. Очень приятно пахнет. Такой вот ягодный. Вот, знаете, смородиной пахнет, клюквой. Да, даже больше клюквой как-то. Очень приятно. Хороший расход в данных гелях. Мне вот предыдущей баночки хватило где-то вот на полгода. Потому что, ну, вот я ее брала перед Новым годом, да. Вот и у меня еще вот ее осталось там буквально чуть-чуть. Хороший гель, никаких аллергических реакций, не сушит его. Сохраняется на коже приятный аромат вот этот ягодный, фруктовый. Так что присмотритесь. По крайней мере, лично мне понравился. Вот с одним пакетиком мы разобрались. Переходим ко второму пакетику. Так, взяла вот такую туалетную бумажку обычную. Про ней ничего не скажешь. Вот появились у нас новенькие вот такие макарошки. Они как кудряшечки, такие меленькие. Тоже беру первый раз. Но макароны вот этой фирмы брала вермишельку раньше. Они не разваривались, не слипались. Были достаточно хорошие. Надеюсь, и эти макарошки будут очень достойного качества. Написано изделие макаронные. Высший сорт, как и в предыдущих. Та же группа А. Надеюсь, и вид будет сохранять хороший. Особенно для супчиков вермишельковых. Думаю, подойдет. Вот такие макарошки. И взяла вот такую паутинку вермишельку. Обычная вермишелька, хорошенькая, миленькая. Для супчиков мирное дело. И еще две новиночки нашего магазина. Я взяла вот такую футболочку. Такая коричневенькая. С синенькими надписями подойдет. Под джинсы хорошо на лето. Так, что тут написано? Правда, написано, что эта футболка мужская. Размер идет 48-56. 100% хлопок. Производитель город Ташкент, Узбекистан. Ну, мужская и не мужская. Мне понравилось. Буду носить я. Кто знает. На ней же не написано, что она мужская. Вот такая миленькая футболочка. На лето самая. Это приятный состав. Такая приятная, легенькая. Так что и стоит в районе 150 рублей. Что меня удивило. И взяла вторую футболочку. Вот такая. Кисми. Пудрово-розовая. Думаю, тоже неплохо будет смотреться. Классненькая. Вот такая. Тоже в районе 150 рублей. А это уже идет футболка женская. Размер 44-52. Тоже 100% хлопок. Изготовитель уже идет Москва. Интересная футболочка. Идет как вот такая. Видите, как миленькая вязочка. Вот такая. Хорошая, приятная по качеству. Я думаю, будет носиться хорошо. Вот такая милота. Ну вот и все покупки на сегодня. Если вам понравилось видео, поддержите меня пальчиком вверх. Если не подписаны на канал, подписывайтесь. Мне будет безумно приятно. Если у вас есть свое мнение о этих товарах, пожалуйста, напишите в комментариях. Мне будет очень приятно почитать, услышать ваше мнение. Ну а на сегодня. Пока-пока. Пока.